В пятницу, седьмидцей пятой по Пасхе, третье обретение главы Претечи и крестителей Господня Иоанна. По этому случаю, владыка Николай, епископ Салавасский и Кумертауский, совершил божественную литургию в Иоанне Претеченском соборном храме города Кумертау. По преданию, Иоанн Претечи закончил свою жизнь мученической смертью. Его имя носит соборный храм нашего города. По окончании литургии был совершен благодарственный молебен по случаю 60-летия основания города Кумертау. Поздравить прихожан с православным праздником и предстоящим днем города прибыл глава городского округа Борис Беляев. Он пожелал всем здоровья, добра и бодрости духа. Владыка Николай поблагодарил Бориса Владимировича за оказанное внимание и сказал, что сегодня в храме будут совершены панихиды о тех, кого нет с нами и молебен о здравии и благополучии жителей города. Ко дню рождения города предприятие Жилкомсервис провело в Кумертау городской конкурс среди многоквартирных домов под названием «Мой дом, моя крепость», а также конкурс названия лучшего председателя совета дома. Данным конкурсом мы хотели оценить работу не управляющих компаний, а самих жильцов, как они облагораживают свою территорию, как следят за своими подъездами. Звание «Лучший подъезд» поделили между собой два подъезда. Каждый из них заслуженно получил звание лучшего. Организаторы конкурса никак не могли отдать предпочтение только одному. Это подъезд жилого дома номер 31 по улице Шахтостроительной. В подъезде светло, уютно, чисто. На подоконниках стоят цветы, а стены расписаны разноцветными цветами, которые, конечно, радуют глаз. Даже маленькие дети, 4-5 лет, 9 лет, выходили и предлагали свою помощь. И подметали здесь, и помогали мне трафаретики держать руками, чтобы мне легче было выполнять работу. И, конечно же, учились, уже просят, чтобы я их научила именно вот так делать трафареты, и с помощью трафаретов составлять композиции. Еще один подъезд, который теперь носит высокое звание лучшего, пятый подъезд по улице Искужина-3. Старшая по подъезду Екатерина Шарипова взяла инициативу в свои руки. Украсила все стены подъезда от первого до пятого этажа вот такими фотографиями, которые делает сама, причем еще и за свой счет. На первом этаже располагается такая выставка детских рисунков, которая каждому празднику пополняется новыми репродукциями. Хотелось бы сказать большое спасибо все-таки своим соседям. Они участие принимают все-таки в оформлении и сохраняют чистоту в подъезде. Они очень люди тоже аккуратные, очень добросовестно все ко всему относятся. Лучшей придомовой территорией, по мнению организаторов конкурса, стала территория жилого дома по улице Окружная-1. Еще раз напомню, победителями становятся те, кто без помощи РЭУ смогли сделать свою территорию красивой и уютной. Все клумбы у этого жилого дома засажены цветами. Все жители тщательно следят со состоянием цветников, вовремя занимаются прополкой и поливкой. Мы здесь установили воду, берем из дома, поддельному счетчику и привлекаем сюда и детей, и всех-всех-всех. Мы вот именно делали эту работу для того, чтобы было нашим жильцам хорошо. Лучшим председателем совета дома стала Марина Канаева. Это дом по улице Энергетиков-7Б. Надо отметить, что в этом доме нет ни одного должника в закону услуги. Марина говорит, что все вопросы можно решить жильцами. Люди здесь живут очень ответственно и порядочно. Охотно участвуют в жизни дома. Работа председателя требует много времени, притом личного, но семья. Марина относится к этому с пониманием, и это очень важно. Я могу сказать большое спасибо своей семье и своему мужу. Вот и неурочные звонки, и неурочные вот эти вот приходы домой. Все-таки, когда есть поддержка в семье, это тоже большое значение имеет. Но меня поддерживает весь дом. Весь дом, все жильцы от мала до велика. Поэтому я очень спокойно к этому отношусь. И я считаю, если хороший человек тебе позвонит и попросит помощи, то руку помощи надо протянуть. В противном случае, его доверие ко мне окажется, ну, фикцией. В Центральной городской больнице завершается конкурс «Мой любимый врач». По решению медицинского совета в нем участвуют семь докторов. Среди них заведующий межрайонным травматологическим центром Андрей Татаринов. Андрей Михайлович – кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Башкортостан, врач высшей категории. В отделении, где и сейчас трудится доктор Татаринов, он проработал 40 лет. 30 из них в качестве заведующего. Сказать о том, что Андрей Михайлович – профессионал своего дела, пожалуй, недостаточно. Он любит свою работу всей душой. Ведь с ней связана значительная часть его жизни. С ней связаны судьбы многих людей, которые прошли через его руки. Жительница Мелиуза, Гульсера Чуракаева, в 2011 году попала в аварию. Получила серьезную травму, после которой могла совсем не встать на ноги. Но вовремя и профессионально проведенная операция сделала свое дело. Сейчас Гульсера Конзафаровна приехала в травматологический центр на повторную плановую операцию. Он спас мне жизнь, получается, потому что полный перелом бедра был. Операция очень трудная была. И они мне сделали операцию в 2011 году. Пластинку поставили. И в этом году он потом ко мне домой ездил проверять меня. И гимнастику учить. Я гимнастику делала лежа, стоя три месяца не ходила. Уважительно о своем лечащем докторе отзывается и Гайфулла Худайгулов. Гайфулла Калимулович даже немного удивлен таким трепетным к себе отношением. Врач очень хороший, очень добрый, очень опытный. Таких врачей у нас надо, надо побольше. Я даже сам удивился, что такие есть добрые люди. Он прямо ухаживает как будто за своим сыном. И любит, и медсестры молодцы. Они все вот прямо как один. Все прямо приходят, узнают, как дела, болит, не болит, кушать, принести, не принести, кушать. Все, они вот молодцы. Пациенты считают доктора Татаринова врачом с большой буквы. Андрей Михайлович по натуре человек скромный и все время будто немного смущается, когда его начинают благодарить. На самом деле для Андрея Татаринова улучшение здоровья пациентов самое лучшее вознаграждение за труд. И здесь виден результат работы. То есть больной вот поступает. Вот очень много сочетанных комбинированных травм, очень много автодорожных аварий. И поступает больной, и так приятно видеть, что, в общем-то, проходит какое-то время, он постепенно оживает, поднимается, начинает передвигаться. Это так видеть, что действительно результат своей работы, это, кажется, вот больше всего виден в травматологии. Что это результат работы. Больной поднялся. Андрей Михайлович, несмотря на свой большой опыт работы, постоянно учится. Много раз он проходил курсы повышения квалификации по своей профессии в разных институтах усовершенствования нашей страны. Доктор Татаринов с готовностью делится своими знаниями с молодыми врачами. Я, когда закончил институт, интернатуру проходил на базе Кумерталовской страны районной больницы. И моим, как бы, наставником, учителем был как раз Андрей Михайлович. То есть всему, что основные моменты и оперативного лечения, и консервативного ведения пациентов, именно научился у него. То есть, учитель наш. Заведующий межрайонным травматологическим центром Андрей Татаринов, несмотря на доброту и мягкость своего характера, человек со стержнем внутри. И когда нужно принять решение, он проявляет твердость. Многие пациенты Андрея Михайловича считают его своим любимым доктором и желают ему победы в профессиональном конкурсе. Екатерина Соломатина, Ильнур Аминов, Новости. В Башкортостане стартовала 23-я международная акция «Природа, человек, культура-2013», проводимая по инициативе Башкирского отделения Союза фотохудожников России. В этом году состав участников международного проекта включает в себя фотомастеров из Траншос и Брикс, саммиты которых состоятся в нашей республике в 2015 году, а также Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России, Турции и Италии. Нынешняя акция посвящена Году защиты окружающей среды, объявленному в нашей республике. Маршрут недельного тура фотографа включает в себя города Уфа, Салават, Стрелитамак, Гафурийский, Крамскалинский, Кугарчинский, Федоровский, Стрелебашевский и Кургазинские районы. Первыми на Куиргазинской земле поздним вечером после долгих ожиданий именитых фотографов приветствовали жители села Зякашметова. Встреча была организована в лучших национальных традициях. Чак-чак и кумы с приветственной песней народной танцы подарили гостям массу впечатлений и ценнейший материал для фоторабот. Знакомство с Куиргазинским районом продолжилось на следующий день. В программе поездки было посещение памятников и исторических мест села Ермолаева, знакомство с творческими коллективами Сударушка и Сеспель, экскурсии на пастбище ООЗа Барифагры и села Калтаева. Также гости имели возможность понаблюдать за подготовкой к району Мусавантую и, конечно, впечатлиться природными красотами. По словам фотографа из Китая Го Сианин, обстановка дружелюбия куиргазинцев очень напоминает ей родину. Ермолаевна Го Сианин, обстановка дружелюбия куиргазинского района. Ермолаевна Го Сианин, обстановка дружелюбия куиргазинг-п фототура являются люди. Больше всего понравились люди. Понимаете? Люди. Потому что вот я же говорю, вот вчера таких интересных людей видели. Уникальные люди. Каждая личность, понимаете? Каждая личность. Поэтому мы и к людям пытаемся так и подойти, что он единственный, кто нас интересует в данном моменте. Я думаю, мы делаем нужное дело для нашей республики. Это главная цель, чтобы мир узнал перед саммитом, что есть такой прекрасный, святущий край Башкорстана.